Как приручить дракона? Символ 2024 года. В восточной традиции считается, нужно быть готовым и открытым к позитивной энергии. Что он любит? Как его встретить, чтобы он принес удачу, любовь и здоровье, и гармонию в нашу жизнь? Разберемся во всех тонкостях вековой китайской практики вместе со специалистом по фэншуй Фатимой Хадуевой. Фатима, доброе утро. Доброе утро. Фатима, ну вот наступает год зеленого древесного дракона. Некоторые называют древесный, некоторые деревянный. Чего от него ожидать? Как приручить дракона? Главное не пытаться это сделать. Правда? Невозможно? Это невозможно. Это единственное сильное мифическое существо во всем зодиакальном круге. Он очень ценит не только преданность, он ценит уважение к себе, уважение к роду и к семье. Если он это видит у вас внутри, у вас все будет хорошо. Все, что касается гороскопа, все, что касается традиций, любой традиции любого народа, оно основывается на природных ресурсах. Вода, огонь, воздух, да, и дерево. Вот китайцы очень любят пятый элемент дерева. У них, конечно же, еще есть и металл. Раз в 60 лет бывает год деревянного зеленого дракона. В китайской традиции считается, что год дракона наступает 10 февраля. Но мы начинаем отмечать этот год уже сейчас, буквально на днях. Это правильно или нет? Он уже на нас начинает влиять? Этот Новый год, 31 на 1, мы еще встречаем в традициях года идущего. Это цвета и серебро, и синий, и черные цвета, да, можно использовать. Но кто хочет дракона все-таки немножко вперед поздравить, наденьте что-нибудь зеленое. Вот, смотрите, сложный цвет, невозможно его сказать, что это зеленый, он с переливами. Эти цвета как раз будут побуждать у вас сознание, чувство благородства, чувство уверенности в себе и готовности встретить этот кармический год. Фиолетовый, зеленый, переходящий в изумрудный, бутылочный цвет, где-то у нас есть такой пурпурный цвет, золото. Это все цвета 24-го года. Что ставим на стол и какого цвета? Все, что у нас есть из еды, положим в посуду зеленого цвета, у нас все будет тогда хорошо. Дракон, он очень любит состояние праздника, поэтому на столе должен быть огонь. Свечи? Конечно. В китайской традиции, когда у них садятся за стол и у них на столе стоит очаг, они готовят прямо на столе, горячее едят. И каждый делает свой год очень вкусным и правильным. Ну вообще, вот если говорить в целом про следующий 24-й год дракона, что он нам несет? Бояться его могут только те, кто за 12 последних лет ничего не изменил в своей жизни, кто ничего не вкладывал в свое развитие. Это год воздаяния. Все будут получать свои бонусы и дивиденды. Ну, наверное, чтобы усилить, так сказать, бонусы и дивиденды, надо воспользоваться какими-то талисманами, которые задобрят дракона. Принцип талисманов какой? В данном случае, вот талисман, видите, дракошка вылупляется из яйца, яйцо-жизнь. В данном случае это самый уникальный, можно сказать, такой талисманчик, который может быть у вас. Талисман будит ваши таланты и не мешает им развиться. То есть, я правильно понимаю, для того, чтобы дракон помог проявить вот эту свою энергию, нужно ставить самые амбициозные смелые цели. Нужно проявлять себя, нужно реализовывать свои таланты, нужно не сидеть где-то в стороне, а действовать. Заявлять о себе, действовать, это год как раз такой. А фаворитами судьбы в следующем году будут только те, кто родились в год дракона или и другие знаки тоже? Дело в том, что строже всего дракон будет спрашивать именно с тех, кто родился в год дракона. Именно им необходимо быть выстроенным и нести эту ответственность. Но самое главное, это мифическое существо будет покровительствовать и давать блага как раз всем остальным знаком восточного гороскопа. Перчиночка любви от дракона достается кабанам, немножко змеюшкам. И если быть вот так объективными, котики или кролики, которые прошли этот год, им тоже будет бонус. Это все знаки зодиака, которым будет чуть-чуть больше дивидендом, чем другим. Спасибо большое, очень интересный год нас ждет и мы рады, что вы нам дали полезные советы. Доброго дня. Всех благ.